Рамадан Рамадан Президент Казахстана вручил дипломы первым выпускникам казахстанского высшего учебного заведения международного уровня. Депутаты, обеспокоенные недоосвоением бюджета, приняли отчет правительства об исполнении республиканского бюджета 2014-го. В стране создаются механизмы для недопущения крупным тендером неафилированных участников. Лоты дорожают, предпринимательская активность снижается. И выпускники Казахстана отмечают окончание школ. Как выпускные баллы превращаются в выставку возможностей. Проблема нехватки парковочных мест в столице будет решаться. В планах и модернизация практически не работающей ливневой канализации. Об этом глава государства рассказал в институте Астана «Генплан». Во время последних дождей в Астане затопило несколько центральных улиц. Воды собралось по голову, в лужах застревали машины. Такие ситуации в главном казахстанском городе происходят периодически из года в год. Некоторые эксперты полагают, что проблема в том, что система ливневок вообще не подключена к водосборнику. Нехватка парковок. Еще одна головная боль жителей Астаны. Особенно актуален вопрос в административной части столицы. Без специального пропуска машину не оставить на пустующих стоянках госучреждений. Автолюбителям приходится бросать свой транспорт посреди дороги, что, безусловно, сказывается на скорости движения остальных его участников. А на неделе стало известно, что в столице планируют устроить полосы для движения общественного транспорта. Хотелось бы, чтобы нововведение не стало причиной коллапса на и без того узких улицах административного центра. Надо сполна решать вопросы, наверное, детских садов, школ, по больницам, по культуре, по спорту. Мы закончили. Деньги направлять на то, что нужно людям. Вот именно детские сады и школы очень надо делать. Удобство делать для людей. Поэтому сегодня я рассмотрел совершенно по-новому, как будут застраиваться новые улицы, которые построены вокруг Экспо, внутри города. Благоустроится водно-зеленого булвара по новому подходу. Новые парки. Самый главный из них ботанический сад объемом 100 гектаров. Это все создает совершенно другой мегаполис в самом центре нашей страны. И будет служить всем казахстанцам на благо наших граждан. В 1998 году на карте появился новый населенный пункт – Астана. Нашу столицу отстроили за короткое время, превратив провинциальную тупиковую Акмалу в главный казахстанский город. В нынешнем году Астана стала донором республиканского бюджета. Бюджет же самой столицы превысил 350,5 миллиардов тенге. 64 тысячи человек здесь занимаются предпринимательством. Часть территории города – свободная экономическая зона, что, безусловно, прибавило инвестиционной привлекательности. Компании, работающие в зоне, имеют некоторые налоговые преференции. Некоторое время назад стало известно, что в Астану сместилась казахстанская ипотека. В марте 20% всех жилищных займов страны пришлись на главный город. Строительство столицы за 10 лет фактически было закончено. Все необходимое для столичного города было построено, то есть в 2008 году. В последующие годы сделаны огромные шаги. Сегодня Астана, гордость всех казахстанцев, гордость восхищает наших гостей, стал настоящим административным, культурным, деловым, образовательным, медицинским центром нашей страны. В недалеком будущем в Астане планируют разместить финансовый центр. Сделать это предполагается на базе национальной выставки Экспо-2017. О том, что соответствующий план действий уже разработан, на неделе сообщили в финансовом регуляторе. Финцентр будет развиваться по четырем ключевым направлениям. Будем надеяться, что ожидания от МФЦА оправдаются, и он, в отличие от центра Алматинского, не станет прожектом. И основную свою задачу о привлечении реальных выгодных денег выполнит. А иностранную рабочую силу, привлеченную в центр, без получения квоты разрешений, не будут использовать в нефинансовых целях. В конце недели глава Казахстана провел телефонные переговоры с президентом Украины. Разговор прошел по инициативе украинской стороны. Порошенко сообщил, что официальный Киев поддержал вступление Казахстана в ВТО в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Президент Казахстана поблагодарил коллегу за оказанное содействие. Лидеры двух государств обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и выразили надежду на достижение плодотворных результатов в ходе предстоящего заседания совместной межгосударственной Казахстанской украинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Президенты обсудили и предстоящий визит Порошенко в Астану. В семье, возможно, будет построен реабилитационный центр для пострадавших от ядерных испытаний. Реализовывать проект планирует Катарский фонд развития. Об этом, в частности, на встрече в Аккорде говорили президент Казахстана и министр иностранных дел Катара. Уверен, что ваш визит будет способствовать дальнейшему повышению уровня нашего сотрудничества. Катарам была оказана помощь в строительстве нашей столицы, в том числе расположенной вне мечети Нур-Астана. Я также хотел бы выразить благодарность за содействие в планируемом строительстве в городе Семи реабилитационного центра для лиц, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. На неделе президент встретился и с главным исполнительным директором Арселор Миттал Лакшми Митталом. Как отметил глава государства, необходимо обеспечить стабильную и эффективную работу предприятия с учетом вызовов в мировой экономике. Особенно важна мысль президента в свете событий, происходящих вокруг Арселор Миттал Тимиртау. Периодически в компании возникают трудовые споры. В начале июня стало известно, что сотрудникам предприятия на один день предложили сократить рабочую неделю. А в Можелисе тем временем считают, что компания скрывает случаи производственного травматизма, маскируя их под бытовые. Арселор Миттал – предприятие градообразующее. На нем работает большая часть жителей спутника Караганды Тимиртау. Предприятие же – учредитель предприятия, которое поставляет городу все коммунальные услуги. Некоторое время назад жители города не согласились с предложением монополиста поднять тарифы на услуги. По мнению горожан, компания работает неэффективно. Из труб теплоснабжения идет пар, а ремонт сетей практически не прекращается. Учредитель же заявляет о том, что содержание коммунальной компании ему невыгодно. Внедрение современных технологий и в производство, и в коммунальную сферу, возможно, решило бы многие разногласия. Пока же на большинстве производственных предприятий – индустриализация эпохи развития страны Советов с соответствующим оборудованием и инженерными решениями. Некоторое время назад глава государства заявил о необходимости коммерциализации науки. Сразу после в этом направлении стала заметна активизация. В середине июня стало известно, что Международный банк реконструкции выделит 88 миллионов долларов на развитие инноваций и коммерциализации технологий. Известно стало только о технической стороне вопроса и процентных ставках. А хотелось бы подробнее узнать о том, что планируют коммерциализировать и вообще, есть ли у нас соответствующие разработки. Тем временем в Казахстане презентовали научный портал. На интернет-ресурсе по задумке будут взаимодействовать между собой разработчики и предприятия. Генеральный директор Центра коммерциализации технологий заметил, что портал был разработан еще в конце прошлого года. То есть работать начал совсем не после высказывания президента, просто до нынешнего момента проходил апробацию. Что опробировали отечественные коммерциализаторы в течение полугода осталось неизвестным. Не для отметки в программном документе работают в Назарбаев университете. Учиться здесь по-настоящему престижно, знания дают настоящие. Продукты разрабатывают действительно инновационные, их бы сейчас в массы. Но не налажено еще в стране взаимодействие между бизнесом и наукой. Дмитрий Крюкович на неделе наблюдал, как происходит трансферт в реальную жизнь не конечного продукта, но его разработчиков. Аудитории Назарбаев университета сегодня непривычно пусты. Около 500 выпускников получили дипломы и уже скоро разъедутся по всей стране. Среди них госуправленцы, инженеры, медики, да пожалуй всех и не перечесть. Но это не значит, что вот эти вот коридоры будут долгое время пустовать. Уже скоро университет вновь гостеприимно откроет свои двери и примет всех тех, кто придет сюда скорее всего не ради диплома, а за передовыми знаниями. Всего за пять лет здесь реализовано множество программ, и я рад быть участником этого успеха. Сегодня это лучший университет в Центральной Азии. Все начиналось в 2010-м, когда президент предложил создать в Астане мировой образовательный центр. Многим идея показалась тогда слишком смелой, но время все растаяло по своим местам. Назарбаев университет всегда в моем сердце, и это самый лучший университет в нашей стране. Даже если учеба очень сложная, здесь созданы все самые лучшие условия для образования, и я думаю, величайшие открытия здесь будут сделаны еще не раз. Я сама заканчиваю школу инженерии в факультете гражданского строительства, и именно здания, новые здания меня очень интересовали. В первом потоке учились 446 студентов. Сегодня знания здесь получают уже 3000. Университет готовит специалистов в гуманитарной, технической, общественной и экономической сферах. И неважно, есть ли у потенциального студента деньги на обучение. Главное – талант и желание. Грантам может помочь государство. Я вела активную общественную деятельность, я занималась научной деятельностью, я училась на отлично, я участвовала в различных конференциях, медоприятиях. В том году я проходила стажировку в США. То есть я сейчас верю в то, что при желании можно делать все. Назарбаев университет – вуз не совсем обычный. Практика и теория здесь тесно переплетены. В лабораториях уникальное оборудование. Здесь, к примеру, ищут ответ на вопрос, как замедлить старение человеческого организма. И экспериментируют с генами. Робототехника, нанотехнологии, исследования, зеленые энергетики и изучение сверхпроводников. Эти проекты в Назарбаев университете считают наиболее перспективными. И к мнению молодого вуза уже сегодня прислушивается мировая наука. Я преподавал в лучших университетах мира. И могу сказать, что студенты Назарбаев университета – одни из сильнейших. Говорю объективно, ведь отбор здесь жесткий. По давней университетской традиции в день выпуска студенты и преподаватели облачились в длинные мантии. У многих слезы. Учиться здесь было непросто. И эти дипломы они по-настоящему заслужили. Документы об образовании вручает сам президент страны. Я не думала, что я настолько буду волноваться. Потому что видеть, вот как я вас сейчас вижу, президента, когда он вам задает вопрос лично, вам интересуется, вашими делами, для меня это была, наверное, даже не мечта. Я и мечтать об этом не могла. Об особенностях этого вуза можно говорить много. Здесь впервые вели трехязычие, тоже чуть позже сделали в других институтах. Образовательные инновации Назарбаев университета признаны самыми передовыми в СНГ. Диплом вуза, кстати, признается в любой точке мира. Нурсултан Назарбаев приезжал сюда каждый год и многих выпускников знает лично. Поэтому на торжественной церемонии каждому казалось, что президент обращается именно к нему. Я жду от каждого из вас максимальной самоотдачи и профессионализма. Ваша учеба не заканчивается с получением первого диплома. Она продолжится всю жизнь. Главные жизненные истины вам предстоит обрести только после учебы. Умению их постигать вас учили в течение последних пяти лет. Заученные здесь быстро забываются, если профессии и труд не станут для вас любимым делом всей жизни. Для президента все выпускники как первенцы в семье. Нурсултан Назарбаев не только подал идеи, но и возглавил попечительский совет университета. Он лично приглашал преподавателей, согласовал учебные планы и добивался, чтобы вуз стал лучшим. Когда сам глава государства обращает такое внимание на студентов, это не дает нам расслабиться. Это ставит нас в жесткие рамки и мы готовы выполнять то, что говорит президент. Он просит нас работать на благо государства. Глава государства и не скрывал, от этих ребят не только он, но и весь Казахстан ждет многого. Они отлично ориентируются в глобальной экономике, бюджетном планировании и госуправлении. Но для достижения профессионального успеха каждому важно сделать еще несколько серьезных шагов. Вы только тогда станете настоящей элитой страны, когда проявите невероятную работоспособность, чудеса предприимчивости и мобильности, способность делать над собой невероятные сверхусилия. Я вижу, что у нас растет новая генерация управленцев, государственных служащих, бизнесменов, общественных лидеров. Верю, что уже скоро казахстанские специалисты, в первую очередь выпускники этого университета, продемонстрируют всему миру свою креативность, конкурентоспособность и востребованность. Добрый путь, выпускники! Традиционное прощание, фото с друзьями на память. Момент немного грустный. Студенческая жизнь в прошлом, альма-матер прощает. Впереди сложная, но такая интересная работа. На благо одной большой страны, которая и дала им путевку в жизнь. Дмитрий Крюкович, Айдос Медилбеков, Серик Абубакир, Жетикун. Ситуация в мире нестабильна. Греция грозит дефолтом и выходом из ЕС. Страна просит помощи. Международные финансовые институты предлагают варианты решения. На уступки официальные финны не идут. Правительству республики предлагали продать часть активов, сократить пенсии и повысить налоги, а выручку направить на погашение долгов. Председатель фракции ХДС в Бундестаге Германии считает, что Греция уже вне зоны евро. На неделе стало известно, что греческих банков за день вывели эквивалент почти 450 миллионов долларов. В случае, если страна выйдет из еврозоны, кредиторы потеряют около триллиона евро. В нашей стране тем временем растут продажи дорогих автомобилей. С января по май казахстанцы купили дорогих BMW и Rolls-Royce на четверть больше, чем в прошлом году. Особенно популярны у соотечественников модели X5 и X6. Отличаются казахстанцы и хорошим аппетитом. В мае жители страны оставили в кафе и ресторанах почти 23,5 миллиарда тенге. Ощутимо больше кушать в заведениях общепита стали в Алматы и области. А сама южная столица, меж тем, сравнялась по уровню жизни с Люксембургом. Самым дорогим городом мира осталась столица Анголы – Луанда. Снять в аренду трехкомнатную квартиру там будет стоить почти 16 тысяч долларов в месяц. Пара джинс обойдется в 250 долларов. В Алматы самая дорогая трешка обойдется в 5 тысяч долларов в месяц. А вот цена джинс в некоторых магазинах может быть сопоставима с ценниками в Луанде. Столица России тем временем покинула рейтинг топ-списка самых дорогих городов мира. В целом ситуация в стране, можно сказать, не совсем оптимистичная. Там продолжается снижение доходов бюджета. Резервного фонда, по заявлениям чиновников, хватит на финансирование расходов этого года. О влиянии этой ситуации на сотрудничество в рамках ЕС сегодня еще будем говорить. Уже скоро в эфире интервью с министром ЕЭК по конкуренции Нурланом Алдебергеновым. За пять месяцев в России на 22% снизились нефтегазовые доходы. И по некоторым предположениям, все средства резервного фонда будут потрачены в 2016 году. В российском же Минтруда заявляют, что докризисные зарплаты могут вернуться не раньше 2018. Доля россиян с зарплатой ниже прожиточного минимума уже в 2015 году превысит 5 миллионов человек. В связи со сложившейся ситуацией в Госдуме презентовали поправки в бюджет 2015 года. Вероятно, что федерации отменят полноценную индексацию пенсий. Казахстан все временем Россию по качеству жизни опередил. Такие данные предоставила база НУМБЭУ. Казахстан в списке на 63-м месте, Россия на 72-м, на 64-м месте Беларусь, на 60-м Армения. В нашей стране, похоже, ничто не предвещает беды. Потому и могут себе чиновники регионального уровня позволить весьма легкомысленно относиться к государственному бюджету. Иначе объяснить разницу в стоимости машин, закупленных для государственных нужд в разных регионах, сложно. Как выяснили в Минфине, в разных областях машины одного и того же класса стоили по-разному. Возможно, сказались и коррупционные схемы. О них сегодня тоже поговорим. Но, как говорится, не пойман. Результатом проведенной проверки стала оптимизация трат на 1,3 млрд тенге. Самостоятельно заметить завышенную стоимость государственные служащие на местах, видимо, были не в состоянии. В предстоящие годы, тем временем, в правительстве ждут низких цен на энергоресурсы. Как следствие, в будущем трехлетнем бюджете планируется пересмотр некоторых программ и бюджетных расходов. Хотя научись наши чиновники самостоятельно оптимизировать расходы государственных денег, глядишь, и поменьше бы пришлось пересматривать. Тем более, что, как заявил министр финансов Султанов перед участниками АЭФ, мы уже научили себя жить без нефти. Вроде как, где бюджет и где сырье. На неделе отчет об исполнении главного финансового документа 2014-го приняли депутаты Можилиса парламента. Получилась своего рода формальность. Хотя месяцем ранее недосвоение бюджета, который допускают чиновники на местах, вызвали нешуточный скандал в ЗАГСобрании. Недосвоение и недонаказание. За это уже оскомину набили. И не только у депутатов. Чиновники говорят о технических недосвоениях. Это когда тендер в апреле, деньги в июне, а стройка в октябре. Но если все так, почему тем же чиновникам не поднять этот вопрос? Почему Минфин должен выискивать в регионах автомобили, закупленные по завышенным ценам? Почему Минфин должен оптимизировать работу государственных служащих, чтобы те не тратили нерационально? Почему люди должны ждать, когда чиновники научатся осваивать то, что им выделяют? И не расходовать, лишь бы расходовать, чтобы в следующем году снова получить деньги? В 1992-м, по тогдашнему курсу долларов, в бюджете страны было всего около 10 миллионов долларов. Вот этот документ от 25 декабря 1991 года. 45 статей. Правда, даже не верится. Главный финансовый документ страны вот таким был. Сегодняшний бюджет – это уже многостраничный детектив, где переплетены ожидания множества действующих лиц. Да и в бюджете сегодня десятки миллиардов долларов. Марат Токмагомбет на неделе разбирался в особенностях бюджетного планирования, то и дело натыкаясь на стену финансового недопонимания. Каникулы сдвигаются. Трудиться депутаты будут до 15 июля. Такое решение парламентарии приняли на совместном заседании палат. Работаем, впрочем, только в радость. Ведь сколько полезного для страны можно сделать? Тут же на повестку вынесли ключевой вопрос – исполнение бюджета прошлого года. На что тратили и сколько не освоили? По итогам исполнения бюджета в прошлом году не использовано более 32 миллиардов тенге. Кроме того, остатки неосвоенных средств госорганами составили более 300 миллиардов. Депутаты убеждены, что подобное нельзя спускать рук. Школы не строятся, дети не строятся, дорога не строится. Если это зависело от меня, я бы снял пару министров и пару вакимов. Эти деньги были даны для развития экономики. Понимаете, они их и не использовали. Значит, таких менеджеров надо менять. И такие предприятия, национальные компании, которые взяли эти деньги, нужно штрафовать. Альтернативой данным из Минфина стал анализ счетного комитета. Их функции хоть и немного схожи, но цифры порой разнятся. Так вот, по данным депутатов, за прошлый год охвачена контролем сумма в 1,8 триллионов тенге. Проверка выявила, что почти треть этих средств использовалась с нарушениями. А вот следующий график показывает недоимку по налоговым поступлениям. По сравнению с предыдущим годом, они увеличились вдвое. И сегодня это 78 миллиардов тенге. Этот детский сад в Кустанае на время стал птичьим приютом. Объект, правда, еще не достроили и не скоро закончат. Дети учат математику, подсчитывая срок настройки. Деньги есть, освоить не могут. А Акима с подрядчиком выясняют, кто виноват. По сообщениям местных журналистов, беспокойство вызывает освоение средств и своевременный вот еще ряда объектов. Здание спецсона, канализационная система в Селеденисовке и несколько жилых домов в областном центре. По данным партии НРОТА, нарушение сроков строительства и неосвоение средств исполнители допускают по программе Нурлыжол в Южном, Восточном и Западном Казахстане, в Карагандинской и Жамбылской областях. На сегодня освоена лишь пятая часть выделенных через холдинг Байдерек 120 миллиардов тенге. А местные исполнительные органы, по словам партийцев, не уделяют должного внимания ходу строительства и не выполняют обязательства по подведению инженерных коммуникаций. Не совсем адекватное планирование. Специалистов, которые правильно управляют бюджетными деньгами, правильно осваивают бюджетными деньгами, у нас не так много. В мире это называется project management, то есть это ввести проект от А до Я. К сожалению, у нас в Казахстане получается так, что планирует одно ведомство, распределяет другое, осваивает третье ведомство. Специальный брифинг в Астане посвятили эффективности использования бюджетных денег. Глава счетного комитета приводит данные, которые не сходятся с отчетами Минфина. На вопрос, кто же сильнее в математике отвечает, что проблема в трактовке понятия неосвоения. Я считаю, что это терминологическая неряшливость, что ли. Чем каждый год приводить факты, многочисленные факты финансовых нарушений, являющихся результатом некачественного бюджетного планирования, лучше один раз внести в законодательство норму, устанавливающую законодательную ответственность на законодательном уровне. А вот какие ведомства отличились больше остальных, в Минфине не говорят. Но хочется верить, что работа хотя бы ведется. Аналитики издания Forbes KZ расположили расходы прошлого года в порядке их величины, а значит и важности больше всего. А это 1,7 триллиона в тенге было потрачено на оборону, правопорядок и госаппарат. На второй строчке в статье «Расходы» — социальное обеспечение, здравоохранение на четвертой позиции. Оптимизируя чиновники бюджетные расходы раньше и используя государственные деньги эффективнее, может и не пришлось бы теперь при планировании бюджета следующих трех лет оглядываться на нефтяные ценники. Сегодня же правительство предлагает затянуть пояса. Но не то чтобы совсем, но немного придется. К сожалению, мы с года в год, мы с нефтяного фонда, ну с нашего национального фонда, берем деньги, трансферты и осваиваем их, потому что наш бюджет не справляется с тем объемом, который мы планируем. То есть это показывает то, что у нас пока кроме нефти и газа, металла, зерна, у нас в принципе других доходов больших нет. Депутаты обеспокоены тем, что сумма неосвоенных средств из года в год только увеличивается. И это в условиях, когда на счету каждая копейка. При том, что ответственности за неосвоение никто не несет. Как сообщили в счетном комитете, в прошлом году Акиматы не реализовали свыше 100 инвестиционных проектов. Почти все они в сфере образования, здравоохранения и ЖКХ. Виновные в неосвоении продолжают ответственно служить государству. С освоением средств на строительство бюджетных домов объективности ради не все так плохо. На неделе в Кызалурде по госпрограмме сдали несколько мегаэтажек. Для небольшого областного центра событие без привлечений грандиозное. То, что и обычный преподаватель сможет стать обладателем престижного жилья, до Сенгуле Жанова теперь знает точно. На покупку такой квартиры не хватило бы и 40-летних сбережений с учительской зарплаты. Но помогло государство. Новоселье для 300 казлардинских семей стало возможным благодаря программе Нурлы Жоу. Квартира мне очень нравится. Широкая, просторная, светлая. Мечта любой хозяйки. Благоустроенный двор, есть детская площадка. И школа рядом строится. Я счастлива. А уже меньше через год счастье вместе с ключами от квартир подарят еще 230 семьям. Получить квартиры, строящиеся по госпрограмме, теперь значительно легче. Здесь будут получать квартиры только очередники. И 50% молодым семьям. То есть это специальная политика, направленная на поддержку в том числе и молодых семей. То есть человек, получивший здесь квартиру к концу года, будет платить за квартиру в 60 квадратных метров порядка 33 тысяч тенге ежемесячной аренды. В эту аренду будет включаться и выкуп квартиры. До конца года квартиры получат еще почти 2,5 тысячи очередников. Казаларда, впрочем, как и весь Казахстан, переживает строительный бум. Объемы возведения жилья здесь возросли втрое. Лилия Шимарданова, Рехан Тажебаев и Аканат Есимбаев. Житыку на Скалзеларты. И без того скупой на растительность Приморский Актау может и вовсе остаться без деревьев. В нынешнем году тендер на озеленение выиграла компания «Новичок». До сего момента за деревьями в городе 10 лет ухаживала другая организация. Проигравшая сторона обратилась в прокуратуру. Надзорный орган в организацию конкурса усмотрел нарушения. А на неделю же бывшего начальника отдела ЖКХ города начали подозревать в коррупции. Жители города тем временем переживают совсем не за судьбу фирм и чиновников, а за деревья. Из-за коррупционных дрязг могут завянуть растения. Точно так же коррупция влияет на здоровье общества. Чем больше ее проявлений, тем меньше возможности для роста и развития. До относительно идеального общества нам осталось 100 конкретных шагов. Соответствующую программу озвучил глава государства. Для достижения поставленной цели уже сделано немало. К примеру, в 8 раз меньше стало политических служащих. В стране перешли к профессиональной государственной службе. В Нур-Атане разработали проект кодекса этики члена партии. Главная цель документа – закрепление морально-нравственных эталонов поведения партийцев. Реформы Ельбаса направлены на повышение доверия граждан государства, расширение гражданских инициатив и общественного контроля. А значит, активизацию и увлеченность каждого гражданина в принятии важнейших государственных решений. В Алматы на республиканском совещании борьбу с коррупцией партийцы обсуждали уже с представителями агентства по делам госслужбы и городского акимата. Бороться с коррупцией предложили всем миром. Оставаться в стороне не должен никто. Ну и, как следствие, сами борющиеся к коррупционным делам причастны быть не должны. В южной столице уже постарались сделать максимум для снижения административных барьеров и коррупционных рисков. Там оптимизировали до 60% бумажных процедур. Например, такие предприятия города, как АЗТМ, корпорация Сайман, Алматинский электромеханический завод, магнитики и другие отмечают факты закупа дочерними компаниями Самур-казнотоваров, имеющих отечественные аналоги у зарубежных производителей, по цене выше, чем предлагают наши. А вы знаете, у нас же хорошая компания была по предложению президента. Казахстанская, покупай казахстанская, сделана в Казахстане. Так, конечно, его никто не отменял, но эта волна прошла и забыли или что. И получается, покупают не казахстанская. Ну, понятно, что иногда не казахстанская надо покупать, если оно лучше, или если его нет на нашем отечественном рынке, если наши товаропроизводители, качество и стоимость выше. Но когда такие же товары покупаются у зарубежных производителей, по цене выше, чем наши, то тут вопрос возникает. Значит, здесь есть прямая заинтересованность. Это же мы ходим среди людей и все прекрасно знаем, как это делается. Коррупционная составляющая, к сожалению, пока неотъемлемая составляющая нашей жизни. А в громких скандалах все чаще известные фамилии. Новые задержания бывших первых руководителей Экспо-2017. Надеемся, что запомнится выставка все же большим количеством туристов и практической пользой для города. В октябре задержали начальника управления департамента госдоходов. По версии следствия, фискал намыл 87 миллионов тенге. Вместе с ним под стражу заключили и местного бизнесмена по совместительству депутата Маслихата. Дома у него изъяли полтора миллиарда тенге. Но радует, что в этом регионе, по крайней мере, все в порядке во властных структурах. Чиновники области опубликовали отчеты о своих доходах. Скромные. Больше сказать нечего. У первых руководителей региона даже автомобилей нет. Скромными авто владеют супруги. Только у супруги Замакима города есть погрузчик, трактор. И да, большинство прекрасных половин руководителей не работают. Ну, видимо, чтобы не скушать. Во вторник на нашем телеканале очередная серия программы из цикла «Бюро расследований». Артем Петров расскажет о коррупционных тендерах и способах не подпустить к ним чужих. В национальной кампании «Астана Экспо-2017» продолжаются громкие аресты и разоблачения. Новым фигурантом первого коррупционного скандала на важной имиджевой стройке стал еще один топ-менеджер Суламбек Баркинхоев. Это уже третий подозреваемый в скандальном деле «Экспо». Ранее в хищении бюджетных миллионов, причем в особо крупных размерах, обвинили начальника департамента строительства Кожимурата Усенова и, собственно, первого руководителя Талгата Ермегияева. Оба подозреваемых сейчас находятся в Астане под домашним арестом. Данная мера пресечения предложена органами досудебного расследования и прокуратуры. Талгат Ермегияев подозревается в хищении чужого имущества по двум эпизодам. По статте 176, часть 4, пункта Б Уголовного кодекса Республики Казахстан. В данное время досудебное расследование продолжается. Для Суламбека Баркинхоева районный суд Астаны также избрал меру пресечения арест. Вот только дожидаться суда новый фигурант громкого дела будет не в домашних условиях, как его вероятные подельники, а в камере столичного изолятора временного содержания. Возможно, что скоро туда заселится еще несколько экспо-друзей. Проверка в нацкомпании продолжается. Я сегодня говорил же о том, что идет, если это аудит, соответственно, будет назначена комплексная судебно-экономическая и строительная экспертиза, потом, скажем, общую сумму. Но вы не исключаете, что количество задержанных может увеличиться? Наверное. Тем временем на самом объекте работа идет четко по плану. На этой неделе стройплощадку проинспектировал новый руководитель «Астана-экспо-2017». Адильбек Джаксибеков дал указание и поручил увеличить темпы строительства. По словам подрядчиков, скандал не помешает сдать объект в эксплуатацию. Работы ведутся. Это не влияет на сроки, не влияет на взятые на себя обязательства данных подрядчиков. Поэтому работы ведутся, как шли. Наоборот, сейчас мы усиливаемся. Согласно графику и согласно наших планерных совещаний, мы должны в сроке все успевать. Всей этой неприятной ситуации, по мнению депутатов, можно было избежать. Дело в том, что контролирующим органом АО «Астана-экспо-2017» является служба внутреннего аудита. То есть за всеми нарушениями, в частности, правил электронных закупок, следит сама же нацкомпания. И так во всем квази-государственном секторе. В квази-государственном секторе это все замкнуто внутри одного холдинга. То есть он сам осуществляет закупки и сам себя проверяет. Понятно, что это никогда не бывает контроль эффективным, когда ты сам что-то делаешь и сам себя контролируешь. Депутаты уже обратились с соответствующим запросом к правительству. В нем требует пересмотреть закон о закупках. Тот самый, регулирующий деятельность субъектов квази-государственного сектора. В том числе нацкомпании, госпредприятий и крупных недропользователей. У нас не выстроена система контроля за осуществлением закупок в квази-государственным сектором. Она очень слабая. Она не позволяет проводить такие системные контрольные мероприятия. И вот этим вопросом мы, конечно, озабочены. Новую стратегию в ожесточенной борьбе с коррупцией пытаются разработать и нуратановцы. На этой неделе руководители региональных советов по противодействию коррупции правящей партии пришли к выводу. Искоренить взяточничество в национальных масштабах возможно лишь совместными усилиями власти и общества. Президент об этом и говорит. Открытое транспарентное государство. То есть вузы, школы, больницы, государственные органы должны публиковать свои отчеты, чтобы население видело, особенно те, кто работает с населением, что есть в бюджете, как это расходуется. Это же все народные деньги. Ну а пока, согласно глобальному индексу конкурентоспособности, Казахстан занимает 80-е место по взяткам и неформальным платежам. И это только среди 144 стран мира. Изменить ситуацию, по мнению экспертов, возможно. Для этого уже есть четкий план действий, если бы точнее, шагов, благодаря которым уже в ближайшие 10 лет в этом бесславном рейтинге мы планируем спуститься или подняться как минимум на 30-е место. Артем Петров, Баужан Сыздыков, ЖТКУН Задрав штаны, бежать за Казахстаном. Статья с таким несколько фривольным названием вышла недавно в российском московском комсомольце. Материал, впрочем, тут же назвали продажным. Но суть не в этом. Автор считает, что России в скором времени придется догонять нашу страну. Вспомнили на страницах МК и высказывания Германа Грефа о ста шагах нашего президента. Если из этих ста шагов будет сделано хотя бы 50, а будем надеяться, что будет сделано больше, то очевидно, что Казахстан будет принципиально другим государством. Что нужно сделать, чтобы в России преодолеть последствия тех негативных тенденций, которые сложились, ровно те же самые 100 шагов. Даже ничего придумывать не надо. Вот таких 100 шагов у нас нет. Пока нет, я надеюсь. Я думаю, что нам подобный документ нужен. Потому что после появления подобного документа ни у кого нет сомнений, куда движется страна. Ей к Монголии тем временем подписали меморандум о сотрудничестве. Таким образом, увеличилось число стран, подтверждающих свое желание в той или иной степени участвовать в ЕС. Наша страна присоединяется ко Всемирной торговой организации. И в связи с этим процедура выравнивания импортных пошлин внутри ЕС, по оценкам экспертов, может занять до 7 лет. В течение некоторого времени по ряду позиций у нас будут применяться пониженные тарифы. И в этом контексте важно, чтобы такие товары не попадали в страны-союзники. А казахстанские автоперевозчики в условиях ЕС, похоже, перестанут терять прибыль. Россия восстанавливает оформление транзита по книжкам МДП. Наличие этого документа гарантирует, что товар не будет выгружен в стране транзита. Федеральная таможенная служба, впрочем, действия книжки ограничила в 2013 году. Наши грузоперевозчики вынуждены были платить гарантийный взнос, теряя при этом до 100 миллионов долларов в год. Российские же большегрузы проезжали через Казахстан бесплатно. И вот теперь, похоже, баланс сил восстанавливается. Вопросы грузоперевозок не единственные, вызывающие нарекания на территории государства-союзников. Внутрисоюзные недопонимания существуют и у производителей алкоголя и конфет. А в Евразийской экономической комиссии отмечают рост числа торговых барьеров против стран-участниц объединения. Больше всего барьеров выставляет Европейский союз, что сказывается на объемах торговли. За 2014-е торговля с еврозоной упала на 7%. На первые места выходят страны азиатского региона, что, в общем-то, совпадает с общемировой тенденцией. Мой коллега Сергей Корняков в беседе с министром по конкуренции ЕЭК Нурланом Алдебергеновым выяснял, о чем еще не могут договориться предприниматели и не влияют ли политики на принятие экономических решений. Ирлан Шадьбекович, добрый вечер. В первую очередь хотелось бы услышать о работе Евразийской экономической комиссии в сфере конкуренции и антимонопольного регулирования. Вообще, для чего был создан этот орган, какие у него полномочия и что изменилось с момента подписания договора о Евразийском экономическом союзе? Спасибо большое. Добрый вечер. Дело в том, что, как мы только открыли границы, и у нас в первую же год рост товарооборота превышал 20-25%, иногда 30% ежегодно ушел. И, соответственно, бизнес очень активизировался в этом направлении. И, соответственно, стоит задача обеспечения равной конкуренции, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы не было картелей, злоупотребление не было доминирующим положением. И поэтому была необходимость создания такого органа. В последнее время очень часто звучат жалобы от отечественных предпринимателей о недобросовестной конкуренции российских производителей, что они буквально демпингуют наш рынок. Например, очень страдают производители мяса птицы, яиц или кондитерских изделий. Проводятся ли проверки в этом направлении? Да, сейчас у нас поступила жалоба непосредственно от казахстанских участников рынка, к примеру, на мясную продукцию и птицы. Мы наблюдаем, что в отдельных случаях на прилавках наших магазинов мы видим, появляется птица, к примеру, окорочка. Если внимательно просмотреть, мы совместно с Министерством сельскохозяйства сейчас проводим эту работу, и мы заметили, и мы видим шприцы. То есть применялось инжектирование. Инжектирование – это добавление отдельных пищевых продуктов, асфатов. И поэтому в этой части мы всегда и бизнесменам говорим, если вы видите, что даже действующий технический регламент, он приводит к ущемлению ваших прав в части злоупотребления, либо введения потребителей в заблуждение, либо вы видите, что потребитель, он видит, он начинает путаться, идут элементы уже недобросовестной конкуренции, и это просто нужно, просто его исправлять. Поэтому эта текущая работа, вот этим как раз и занимается антимонопольное направление. Мы встречались с вами ровно год назад в Москве, и тогда один из моих вопросов касался роуминга в ЕАЭС. Вы тогда говорили о возможном обнулении. Удалось ли осуществить эти планы? Если проводить эту работу по обнулению, то в среднем сотовые операторы, они получат где-то только в странах Евразийского экономического союза порядка 73 миллиардов тенге. Казахстан только порядка 23 миллиардов. То есть, садовики выигрывают. Потребители, они смогут сэкономить порядка 5 миллиардов, в том числе в Казахстане, порядка 2,2 миллиардов тенге. То есть, это цифры, они довольно внушительные, и, соответственно, конечно, они выгодны обеим сторонам. Ведь мы же когда создавали союз, да, мы экономический союз, мы же говорили о том, да, границы открываем, едем, начинаем заниматься бизнесом. Но тогда, когда границу убрали, мы пересекаем уже территорию, когда вступаем в Российскую Федерацию, все, у нас сразу оплата поднимается в несколько раз. Но при этом мы с сотовым оператором говорим, вы же все время рекламируете, что у вас связь самая хорошая. Но когда уже цена возрастает уже в разы, уже за 20 раз превышает, то, соответственно, конечно, вынуждены будем менять симку и переходить уже на оператора другого. Поэтому в этом плане, я думаю, что мы найдем, значит, общее понимание с сотовыми операторами, и в этой части, я думаю, что я сторонник этого, чтобы не доводить до расследования, хотя отдельно антимонопольного органа не проявляет эту инициативу, я думаю, что этот вопрос мы в ближайшее время, конечно, его решим. Конечно, обнулить ежесекунду его, это будет очень сложно, но поэтапно уже начать обнуление и стремиться к обнулению, конечно, я думаю, что это в ближайшие годы мы найдем. Каким вы видите Евразийский экономический союз через 10 лет? Мы видим, что это будет полная, равная, справедливая конкуренция, это не будет у нас барьеров. И мы надеемся и стремимся, и это наша основная задача, чтобы мы могли вести торговлю на равных условиях, на равных конкуренциях. Поэтому в этом отношении, конечно, мы видим большие перспективы будущего нашего Евразийского экономического союза. Особенно он для Казахстана, он особенно необходим, поскольку, еще раз говорю, мы находимся посередине материка, и у нас очень много товаров, которые мы могли бы предложить, и много очень услуг, которые мы могли оказать. И поэтому в этом отношении нам необходим. И как рынок других государств, и в то же время рынки других государств, которые расположены через моря. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Вопрос правового статуса Каспия. На протяжении нескольких десятков лет периодически вновь и вновь поднимают приморские страны. Государства определяют пограничные линии, решают, кому из посторонних и в каком качестве можно присутствовать на море. Переговоры, впрочем, нередко заходят в тупик. И вновь главы прикаспийских государств решают, чей Каспий. Некоторое время назад стало известно, что Казахстан завершает переговоры о статусе моря. Недавно наша страна ратифицировала соглашение с Туркменией о разграничении дна Каспийского моря. Теперь можно считать, что мы заключили все двусторонние соглашения по Каспию. Если посягательств со стороны государств на сопредельную морскую территорию в новейшей истории замечено не было, то периодически становится известно о вылазках в море браконьеров. Они безжалостно истребляют осетра, туши порой выбрасывают после того, как сцедят икроп. Бандиты не боятся быть задержанными. У них современная техника, навигационное оборудование, оружие. За время последней операции Бекрена браконьеров наложили штрафов на 3 миллиона тенге, хотя ущерба они нанесли на 8. Да и деньгами биологическое равновесие не восстановишь. На неделе казахстанским пограничникам пришлось применить оружие против браконьеров из Дагестана. Они в наши воды чаще всего заходят поохотиться. Одного гражданина от дружественной страны ранили, другие отделались испугом. Вооруженные стычки на казахстанском участке Каспия происходят с незавидной периодичностью. Иногда все заканчивается весьма трагически. Татьяна Ковалева узнавала, нужно ли бояться наших морских пограничников и поняла, почему на Каспии так ценятся меткие стрелки. Охотники на осетров оснащены по последнему слову техники, лучшими навигационными системами, мощными моторами и запрещенными орудиями лова. У многих браконьеров при себе оружие. Огонь при задержании приходится открывать практически всегда. Предупредительные выстрелы производим, но они на них не действуют. Это в основном граждане Дагестана, республики Дагестана и прибрежная зона. Приходится применять оружие, но не по людям. Оружие применяется в целях остановки, то есть по следу нарушителя, по корме нарушителя. Также применяем оружие по моторам. На борту Жениса висит портрет погибшего при исполнении Багжана Акбекова. В 2012-м при задержании нарушителей старшина Акбеков перепрыгивал на судно браконьеров, но подскользнулся и оказался зажатым между двумя бортами. Региональное управление береговой охраны – одно из самых молодых подразделений пограничной службы КНБ Казахстана. Морскую границу нашей страны оно защищает 7 лет. На каждом из более чем 30 кораблей и катеров пограничники в любую минуту готовы броситься в погоню за нарушителем территориальных вод. Кроме того, в распоряжении наших стражей морских границ есть еще и вертолеты Ми-8 и Ми-171. Боевые машины, годами подтверждающие свою надежность. Гордость морских пограничников – военные корабли Уральского завода. Технические характеристики этих красавцев соответствуют современным требованиям. Суда оснащены приборами навигации, системами мониторинга узлов и агрегатов, мощными двигателями и, конечно же, внушительным вооружением. На них и контролируют наши морские просторы. По результатам завершившейся операции «Бекре-2015» пограничники спасли более 3000 осетров. Сетей вытралили около 300 тысяч километров. Крючковые снасти – 71 тысяч метров. Было привлечено к административной ответственности 184 человека. И наложено полтора миллиона в тенге штрафов административных. Возбуждено пять уголов дел. Все достигнутые результаты в этом году, в операции «Бекре-2015» года, они в два раза превышают предыдущий 2014 год. Внимание, командир! Цель номер один – морская. По курсу прямо. Дистанция 4 мили. Одиночная. Взять цель на сопровождение. Готовность номер один. Каждый год в акватории Каспийского моря проходят тактические учения. Во время их прохождения бойцы совершенствуют навыки. Эта артиллерийская установка готова поразить цель на расстоянии до трех километров, как на воде, так и на суше. Пушка оснащена двумя 30-мм стволами. В минуту они впускают порядка тысячи снарядов. Поэтому эту установку даже прозвали гордостью и славой пограничной службы КНБРК. От причала бухты Баутина отшвартовывается судно «Женис». По итогам полугодовой работы экипаж этого военного корабля поймал и обезвредил больше всего нарушителей. Командир корабля «Женис», несмотря на свою молодость, показал себя как грамотный и мыслящий руководитель. Во время задержания, конечно, чувствуешь ответственность за каждого члена своего экипажа, за каждого матроса. Но у нас стоят задачи. Мы тем более боевой корабль. И это долг перед нашей Родиной. Все-таки каждый из нас принял присягу. Все возможные меры мы должны принять, чтобы задержать их. Поэтому, конечно, риск большой, ответственность большая. Каспийское море – одно из самых суровых. По количеству штормов оно занимает первое место в мире. Среди моряков даже есть поговорка. Кто ходил по Каспию, тому другие моря уже не страшны. Сегодня стать морским пограничником мечтают многие. Отбор ведут в учебном центре. Если солдат влюбляется в морские мили под Килем, тут уж сам Пайсидон велел поступать в учебное заведение морского профиля. Живем одной семьей. Весь экипаж дружный. В основном, как работа у нас спокойная, но бывает, что море дает о себе знать. И нередко волнуется, что заставляет нас переходить в более серьезные режимы. Некоторые болеют, кто-то переносил хорошо. На море, как и в любом деле, нужна удача. Но без морского особого обряда про нее можно забыть. Поэтому каждый, кто первый раз вступает на корабль, проходит процедуру оморячивания. Соленую воду из рук морских волков матросы пьют под громкие аплодисменты. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Саламат Бекбаев, Сунгат Тюлюбаев, Житикун, Мангистауская область. Восточный Казахстан граничит с Европой. Сколько палат в отечественном парламенте неизвестно, так же, как безызвестен и автор романа «Путь Абая». Такие ответы дают студенты вторых-третьих курсов, будущие юристы и экономисты. Об этом на неделе рассказал заместитель генерального прокурора страны. Люди эти, надо полагать, успешно сдали ЕНТ, теперь получают высшее образование. Через пару-тройку лет они будут считать и трактовать законы, что не может не вызывать опасений. Опять же возникает вопрос, почему уровень образования контролируют прокуроры, а не профильное ведомство. Все тот же заместитель генерального прокурора рассказал, что в стране переизбыток юристов и экономистов. Их вузы, можно сказать, штампуют пачками. В стране сегодня 126 высших учебных заведений. Юристов учат в каждом втором. За 12 лет в республике обучили больше 185 тысяч юристов. Дипломированные специалисты приходят на работу с минимальным набором знаний и работодателям приходится их переучивать. Повлиять на учебные процессы в вузе, внеся свои рекомендации и пожелания работодатель не может. Вот и получаем соседство Казахстана с Европой и свержение Лениным Петра I. Ко всему добавляются еще и периодические скандалы в системе образования. Дошло до того, что депутат обвинил главу профильного ведомства в провале плана аккредитации вузов. Тот парировал тем, что депутат лоббирует интересы рейтинговых агентств. Теперь депутат написал на министра заявление в полицию. Обиделся за лоббиста. А пока политики ругаются, вчерашние школьники делают выбор. ЕНТ нынешнего года прошло без особых конфликтов. И уже с сентября первокурсники начнут постигать азы будущей профессии. Пока же еще не студенты, но уже и не школьники отрываются после бессонных ночей. Причем делают это порой так, что взрослые обзавидуются. Дамир Абуов погрузился в атмосферу безудержного веселья. 1988 год. Выпускники еще советской школы из рук директора получают аттеста зрелости. Скромные платья, прически и застенчивый взгляд. Такого нынешние школьники, наверное, не поймут. Яркий макияж и высокие шпильки. На что только не пойдут выпускницы, чтобы выглядеть не хуже голливудских звезд. Одеться тоже готовы как звезды. Вот платья европейского бренда за 248 тысяч тенге с камнями сваровски. А на соседней вешалке платья попроще, в пять раз дешевле. Очень много заказов с других городов получаем. У нас работает интернет-магазин. По интернет-магазину получаем заказы. Цены в среднем 120 тысяч тенге, но бывает спецзаказ до 8 тысяч долларов. Покупают? Да, покупают. Сейчас каждая девушка хочет выделиться, хочет быть безупречной. И не жалеет на это как бы денег. Платья от американского дизайнера Тони Боуз. Ручная работа идет, оно будет блестеть. Выпускница Мадина Аязбаева почти с начала последнего учебного года прорабатывала свой выпускной образ. На выпускном девушка сменит сразу два платья. Вот эта бирюзовая наденет на торжественную часть. В итоге школьный вальс девушки обойдется в 142 тысяч тенге. Я хотела найти кое-что такое летнее, легкое, чтобы выделяться и не быть похожим на других. Таких платьев по городу нету. Даже в Казахстане, наверное, ни у кого не будет такого платья. Губки бантиком, бровки домиком. Мейкап и прическа, без сомнения, важные детали женского образа. Несколько умелых движений стилиста и даже самой стойки может не устоять перед вчерашней одиннадцатиклассницей. Было очень здорово. Одно удовольствие от процесса. Конечно, хотелось, как все девушки, выглядеть, как принцесса, конечно же. Еще вчера они ходили в школу и сдавали экзамены. Сегодня их дороги расходятся. И этот день они постараются сохранить в памяти навсегда. Кто-то возьмет в аренду роскошный лимузин и будет закатывать грусть километрами. Другие выпьют за школьные годы несколько бокалов сока. Третий на катере вспомнит классическая масса тела. Погруженного в воду вытеснит такое же количество воды. И, безусловно, для современных выпускников большое значение имеет совместное селфи. Сегодня без него никак. Ведь что потом предкам показывать? Для нас очень великий день. Мы очень рады. Мы закончили школу наконец-то. Я своим адекватчикам желаю удачи, чтобы они хорошо поступили. Созванивайтесь, пишите, не забывайте про меня. Пока одни катаются на диплоходе, других на главной площади страны награждают золотыми медалями Алтенбельга. Какой бы жизненный путь перед вами не был, мы знаем, что вы будете достойно нести честь выпускника столичного школы города Астаны, столичного образования, лучшей столицы мира, лучшего города мира. И надеюсь, вы всегда будете помнить об этом. На стене пожелания едва найдется место для памятной надписи. Кто-то признается в любви, кто-то в дружбе. Сразу и не разберешь. Последний школьный вальс и все. Начинается взрослая жизнь. Раз, два, три, ура! Пусть все задуманное сбудется! Главные виновники торжества отмечали выпускной по-разному. Многие арендовали лимузины минимум по 15 тысяч за час. Другие встречали взрослый рассвет в дорогих ресторанах. Третьи укатили в Турцию, подальше от суеты. Четвертые. Главное школьное событие года проходит прямо на крыльце учебного заведения. Здесь провожают во взрослую жизнь 19 выпускников. Родители, учителей и друзей они порадовали небольшим концертом. Внезапно потух свет, но ребята не растерялись и стали импровизировать. Места в дорогом ресторане уже заказаны. Приглашенный тамада переживает, как бы всем угодить. Все как надо. Красная дорожка, папарацци и громкие овации. В школьной столовой для детей организовали символический фуршет. Богатых столов выпускникам не накрывали, только самое необходимое – соки, вода, фрукты и ваурсаки. Танцевали до рассвета, а после традиционно отправились встречать зарю на окраину поселка. Сегодня волнительный на самом деле день. Мы поздравляем всех выпускников, учителей и всех родителей с этим замечательным днем. Также мы очень благодарны учителям, которые на протяжении всех 11 лет были с нами, помогали нам во всем. Официально организовывать пышные выпускные в этом году никто не запрещал. Единственное, что профильное ведомство рекомендовало отказаться от ресторанов и подарков учителям. Между тем, свой первый взрослый рассвет в Актюбинской лиглубинке или в центре Казахстана, в школьной столовой или дорогом ресторане встретили больше 124 тысячи выпускников. И каждый эту ночь запомнит на всю жизнь, вне зависимости от количества средств, потраченных на встречу первого взрослого рассвета. Дамира Буф, Елена Устимович, Канат Абельдин и Александр Степаненко. ЖТК. На этом все. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok